Ну вы знаете, вообще реакция на эту историю совершенно неадекватная, поскольку я там на фейсбуке написал один пост, другой пост, и достаточно вдумчивые посты, где пытался разобраться, что собственно произошло на основе той информации, которая есть. Так никому это вообще не интересно. Всем интересно только то, что человек ходил с головой отрезанного ребенка возле метро, и все. То, что было до этого, никого не интересует. И все событие заключается в хождении ее у метро. Ну а если люди, это вот нам показывают, почему собственно федеральные телеканалы отказались показывать. Если люди на фейсбуке реагируют вот так, люди, в общем, ну умеющие хотя бы писать на фейсбуке, то как на это отреагирует аудитория федеральных телеканалов? Она отреагирует на это еще лапидарнее. И совершенно никого не будет интересовать, а почему собственно эта женщина убила ребенка, в чем там причины и какие. Всех будет интересовать только вот эта картинка, когда она ходит у метро и показывает всем эту отрезанную голову. Нет никакого смысла показывать локальное, региональное совершенно событие, даже такое страшное и шокирующее, только ради того, чтобы разбередить людей показом вот этой отрезанной головы. Вчера же, вот в тот же день, вчера в Красноярской области, значит, пьяный человек зарезал восьмилетнюю племянницу, которая, значит, пыталась защитить свою мачеху от его, значит, там каких-то поползновений. Я кроме, как в ленте новостей, не видел ни у кого на фейсбуке. Ну это обычное дело, это обычное дело. И представим себе на секундочку, что эта женщина не отрезала голову и не ходила с ней около метро, а просто задушила малышку, подожгла квартиру и ушла. Какова бы была реакция на это общественности? Нулевая. Всем было бы наплевать. Поэтому федеральные телеканалы, я считаю, поступили совершенно правильно. Не надо кормить плебс вот этим вот легковоспламеняющимся, совершенно бессмысленным зрелищем. Это вот горит, как бумага, оно сгорело все, завтра уже никто не вспомнит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.